Приветствую вас. Ваш запрос, ваш вопрос, основной, он какой? Помогите мне перешить эту ситуацию, впечатли вы. А помочь перешить эту ситуацию как? В чем? В чем конкретно сложность? Ведь вы ее уже переживаете, вы уже в ней, вы уже через нее проходите. В чем вам помочь? Что у вас не получается? Что у вас не выходит у самой сделать? Что вы просите помощи? Поэтому. На самом деле, все уже, в общем, случилось, ваш мужчина уехал, я не думаю, что он приедет, я не думаю, что он вернется к вам. Скорее всего, вы просто-напросто для него это такой пунктик, который он держит у себя на, как бы, ну, загалочке, да, типа, вот она у меня есть, она там меня ждет, а я в это время там буду заниматься чем-то еще. Вот. Понимаете? История, она на самом деле не про муж. История, она на самом деле про вас. Да? Вот. Во-первых, то, что вам стыдно рассказывать, да, это первое. То, что стыдно рассказывать, это значит, что вы не принимаете себя такой, какая вы есть. То, что вы боитесь сойти с ума, это желание избежать, то есть не желание признать проблемы и их решать. То, что на протяжении всей жизни человек с вами не советовался, да, это заниженная самооценка, невозможность поставить себя как следует, как, ну, как равноправного партнера. Вот. И, соответственно, неуверенность, видимо, в себе, а также, ну, какие-то желания. То есть, может быть, это страх быть одной, может быть, это потребность в любви, вот, может быть, потребность во внимании, может быть, еще какая-то зависимость. Например, финансовая, вот. Советовался во всем с мамой, ну, опять же, ну, советовался он с мамой, допустим. Ну, и что? Если вам это не нравилось, допустим, то зачем терпели? Или вы ждали, что он перестанет советоваться с мамой? А, принимал решение всегда сам, невзирая, нравится мне это или нет. Если я пытался ставить слово, он меня посылал или бил. Ну, знаете, здесь у вас есть какая-то такая очень большая обида на мужа. То есть, это все он. Это вот он, такой плохой. Он меня поцелал, меня убил и так далее. Вот. А вы, Арина, вы в этой ситуации, в каком место поднимали? Сами? Вы в этой ситуации как вообще себя позиционировали? Что человек к вам так обращается, с вами так обращается? Вот. То есть, я, конечно, не знаю, но могу предположить, что у вас, в общем-то, по поведению вашему, да, что недолюбленность отца у вас и, соответственно, мама такая уже, которая терпит негатив, злость. Такая мягкая, вот. Либо наоборот, мама такая подавляющая очень сильно, а папа такой мягкий, вот. Либо вообще родители ваши, они отстраненные достаточно и вы были предоставлены сами себе. В следствии чего у вас развилась психотическая модель поведения, да, такая зависимость, терпеливая. Значит, так. Сейчас 93 год живет с мамой. Ну и, опять же, и что? 93 год с мамой, это его выбор. А какой выбор ваш? А возможно, прикрывается мамой. Прикрывается от чего? Опять же, это не вы, вы не про себя. Говорите. Про него. Я видел его в тел, смс и фото одной его знакомой. Это до того, как он уехал к маме. Кстати, а почему уехал к маме вообще? Он мне сказал, что я просто общаюсь, я ведь не дикий. Ну, вы знаете, я бы сказал, что это немного странное определение, конечно. То есть, дикость и измены, это вещи абсолютно не связанные друг с другом. Дальше. Далее он вас посылает. Мне сказал, что здесь работы нет, я уезжаю к маме, а ты, если хочешь сохранить семью, то можешь брать детей и приезжать ко мне. Вообще-то, семья это, ну и отношения любые, это работа двух человек. Почему мужчина на вас перекладывает ответственность за сохранность семьи? И почему вы позволяете принять полную ответственность за это? Это большой вопрос. Денег присылает очень мало. Ну, я полагаю, что в общем и целом присылает сколько может, но опять же, если вы с ним вместе не живете, они валят на лимит. Да? То есть, даже не разводясь с ним. Вот. А так, если он третий год живет с мамой, вы одна, денег присылает мало, то вы в глубине души считаете себя недостойной большего, и поэтому вам стыдно. То есть, у вас запрет своего слота на счастье. А мы с мамой его с первых дней не поладили, и он точно знает, что я не поеду туда. А почему не поладили с мамой? Опять же. Что вы сделали, чтобы поладить с мамой? Почему мы вообще ввязали в конфликт с мамой? То есть, ну, ответили ей, получается, какую роль, какую роль вы сыграли в конфликте с мамой? Да? Дальше. Значит, расставание делает свое дело, он стал ревновать сильно. Так. Ну, в общем, вот дальше, то, что вы пишете, то помогите. Я читать не буду. Я скажу только то, что, на мой взгляд, есть противоречие. То есть, он пишет, он говорит, если хочешь сохранить семью, можешь брать детей и приезжать ко мне. Но вы не приехали, значит, семью сохранить не хотите, по его логике. И как же тогда он вас ревнует? Вы пишете, что расстояние делает свое дело, он ревнует. Так он здесь сам уехал, он здесь сам уехал и вас поставил перед выбором. То есть, мне непонятно здесь характер ваших отношений вообще. Дальше. Я уже и не хочу доказывать, что я не была в соцсети. А доказывали? А если доказывали, то зачем? Зачем? С какой целью? Он придирается ко всему, как будто проверяет, насколько еще меня хватит. Это до или после того, как он сказал, что умер для вас и знать вас больше не хочет, что между вами точка? Это до или после было? Так. Ага. Так. Фото не ставь, в соцсеть не выходи. Я думаю, три года так живете? А если вышло, то да, счет с кем переписываешь, я-то ведь не могу его послать. А почему? Только вот уже нет желания оправдываться. А раньше было? С какой целью? На что надеялись? А я в мозгове понимаю, что он нельзя себе позволять такого отношения. Но я его любила и терпела. А теперь закончилось терпение. Как любовь имеет, какую любовь имеет связь с тем, что вы позволили такое отношение к себе? Любовь, понимаете, возможно у человека, который любит себя. Вы, очевидно, себя не любите. И у меня для вас плохая новость, вы не любите своих детей. Потому что дети видят вашу боль, ваши переживания, и вы им транслируете жертвенную позицию. Вот. Поэтому я не думаю, что вы любите. Я не думаю, что вы любили своего мужа. Не, ну, может быть, когда-то в начале и было что-то. Вот. Хотя, мне кажется, что если у вас и была такая же самооценка, и такое же отношение к себе, то о любви там можно говорить постольку-поскольку. Да. То есть, может быть, что-то похожее на любовь и было. Но, в основном, это скорее потребность. Так. Я понимаю, что детям нужен отец, но больше не могу к себе терпеть грубость и ханство. А чего вы решили, что детям нужен отец? Это первое. Какая связь между этим и тем, что вы должны терпеть грубость? Понимаете ли вы, что наличие такого отца для детей еще хуже, чем если бы его не было? И не обрадовываете ли вы себя подобной фразой? Я, вроде, и замерем, в то же время одно. Ну, я предполагаю, что вы здесь, не знаю, как-то, знаете, просите у нас помощи. В чем? Непонятно. Какой запрос у вас? Тоже непонятно. То есть, просто помогите пережить ситуацию, но вы ее уже переживаете. Вам нужно сформулировать четкий запрос на то, что вы хотите изменить в себе. На то, что вы хотите поменять в себе. Вам нужно сформулировать в вопрос, что вы хотите от психолога. Вот. Да? В первую очередь. И во вторую, ужините с психологом, определите более четкие проблемы. Ну, прямо по пунктам. Четкие проблемы того, что у вас, ну, требует коррекции. Да? Коррекции требует и женская модель поведения, которая идет от мам. Отношение к себе, которое идет от папы. Скорее всего. Вот. Личные границы. Самооценка. Уверенность в себе. И личная ответственность за то, что происходит в вашей жизни. Плюс, я думаю, что поправка ценностей. Потому что у вас очень много интроектов. То есть, очень много таких целиковых мыслей. Немного устаревших. Немного, ну, принятых. Просто, как давность, без критического мышления. То есть, критическое мышление вам нужно в себе развивать. У вас мышление не критическое. Оно у вас, скорее, жертвенно. Пока, пока что. Вот. Кстати, вот есть такая игра психологическая. Называется, как ужас. Ее тоже обязательно посмотрите в интернете. Вот. И, собственно говоря, вот я думаю, что формирование, 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 формирование в другую свою позицию, да. То есть, вы находитесь в такой, в детской позиции, у вас обиды, у вас какие-то желания, у вас жалобы, вот, ожидания. Это все детская позиция. Нам нужно все-таки больше формулировать именно взрослую позицию. Что происходит, что я могу сделать, что для этого нужно. Вот. Потому что детям, вашим, вашим детям нужен, нужен родитель, а не ребенок. Вот. Вот так вот, я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. Вот. То есть, это вот такой когнитивно-экзистенциальный аспект. Вот. Но это уже потом, на такой стадии, на более поздней, когда вы еще будете понимать, как, что, чего, какие чувства, какие эмоции у меня, что я чувствую, почему я чувствую, причины чувств. Вот. Мне кажется, что вот так. Вот. Ну и личная ответственность. Личная ответственность. Безусловно. Ага. Вот. И да, непринятие себя, потому что вы сказали, что у вас в то же время есть чувство одиночества. Это как раз непринятие себя. То есть, вы боитесь быть одном. При том, что вы фактически не одна, да? У вас дети, у вас, наверное, есть свои родители. Вот. Вот. Вот так ударить. Понимаю я, что этого мало, но без четкого запроса на то, что вы хотите поменять или что хотите спросить, и без работы над всем тем, что я озвучил, да, никакого изменения в вашей жизни не будет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Я буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.